всем привет на улице уже марта значит скоро будет лето и нужно готовиться к этому максимально за зиму в принципе у меня ничего такого серьезного не происходило с машины кроме моторчика печки но сейчас к весне по теплу начала проявляться всякая херня в первую очередь у меня приехал ванас как мне кажется сейчас вот я еду на почту за ремкомплектом ванаса вместе со втулочками второй момент у меня появилась вибрация по кузову скорее всего приехали подушки двигателя потому что я в холода любил наваливать и скорее всего старая подушка не выдержала и кончилось короче если вы все помните в прошлых видосах я боролся со стуком двигателя поменял межвальную цепь добавил гаечку в натяжитель все эти манипуляции на время убирали звук теперь у меня новое есть догадка сейчас пока не сильно горячий движок звука не слышно вот если я сейчас микрофон приложу сюда то на горячую звук слышен от ванаса при 3000 оборотах когда он включается в работу звук пропадает соответственно варианта 2 либо приплыли колечки уплотнительные либо появился большой люк либо слезала шестеренки и шлицы это плохо потому что нужно будет менять звездочки вот так выглядит ремкомплект ванаса их производит компания бейсон систем с это американцы вот но украине уже довольно много заехало других производителей которые перехватили инициативу значит два колечка первое тефлоновая второе название не помню материала и 2 уплотнительные шайбы на подачу масла на ванас многие покупая такой ремкомплект и устанавливая ее все равно не избавляются от стука самого ванаса да ванас начинает работать лучше подхватывает ниже но звук и люфт никуда не уходит потому что многие экономят на вот такой вот шайбе тайна шайба называется анти люфт со временем она изнашивается ее размеры становятся меньше потому что она изнашивается и появляется люфт и соответственно характерный стук самого ванаса поэтому не экономьте покупайте полный ремкомплект сами колечки стоят долларов 30 и это стоит что где-то в районе 20 долларов да многие экономят потому что она эта шайба очень дорогая но от нее самое важное самый главный толк вообще ремонта ванаса еще у меня здесь находится ноутбук я потом расскажу еще о сникерсы а можно будет похавать пообедать короче лежит ноутбук который мне пригодится для кое-каких секретных операций ноутбук называется модель говно мамонта и он идеально подходит для моей машины которая в принципе такая же как говно мамонта старая посмотрим как же полис щось богато приуссов проехало тут а далекие далекие года куда у тебя еще не были на свете люди пользовались вот это странно пердящий шайтан машиной называлась она в просто народе ноутбук в то время когда бмв чпукали вот такими большими писюнами и у них была большая дырка то все чувствовали себя хорошо и ошибок в бмв не было умные китайцы всю жизнь достигали своего дзыня и изобрели под названием бобар диагностическую комплекс они передавали это надо по наследству от бабушки прабабушки от сына к ребенку к дочке к сергею значит что у нас здесь есть сам блок инженерно-техническая секретная разработка для бмв большой писюн который можно штрикать твою машину если она до девяносто восьмого года или до девяносто девятого потом разъем это стали меньше и пошли нити и принтер разъем как на принтере который вставляется в эту крошку эта крошка поможет тебе настроить твою машину и получить невероятное удовольствие от использования старой бмв вплоть можно включить для подогрев и массаж простаты а как ее настроить сейчас расскажу ты понял для этих манипуляций тебе понадобится соответственно сам бобар переходник переходник юсб для того чтобы подключить бобар и вот такая вот эрегированная флешка которая стоит юсб порт ну и соответственно компьютер вообще по инструкции рекомендуется использовать windows xp 98 но уже умные люди давно могут использовать это на windows 7 на windows 8 и на windows 9 ой 10 драйвера для вот этой штуки под виду всем 8 10 я оставлю закрепленном комментарии по ссылке ты сможешь и скачать и настроить это также чтобы не использовать вот такой старый компьютер но мне повезло и я буду использовать такой старый компьютер который сможет раскрыть полностью потенциал мою машину вставляем флешку запускаем шайтан машину и вот моя папка с музыкой а нам нужен бмв скан 140 копируем на робочий стол а мишка не работает все вставили итог распечатываем наш архив заходим в попку бмв скан 140 итак время пришло для установки драйверов на windows 10 данное устройство подключается в основном только на windows xp windows 98 значит подключаем usb провод самую избежку в ноутбук у нас появляется бмв сканер диспетчере устройств нажимаем на его правой кнопкой мыши свойство обновить драйвер выполнить поиск драйверов на этом компьютере выбрать драйвер из списка показать все устройства нажать далее и кнопочка установить нажимаем кнопочку обзор и у меня находится драйвера для windows 10 на флэхе для бмв сканер версии 1.4 первый драйвер мы устанавливаем ftdi бас нажимаем ok и листаем нажимаем usb сериал конвертер из списка нажимаем далее нажимаем до установка драйверов все это мы установили теперь у нас появляется новое устройство usb сериал порт таким же образом правой кнопкой мыши свойства обновить драйвер выполнить поиск драйверов на этом компьютере выбрать драйвер из списка показать все устройства и нажать кнопочку далее нажимаем установить диска обзор и ftdi порт нажимаем ok и нажимаем usb сериал порт нажимаем далее да происходит установка драйвера драйвер установлен все четенько неопознанных устройств у нас нет все четенько и так следующий шаг у нас устанавливаем программку бмв сканер бмв скан переносим ее на рабочий стол для нашего удобства заходим разархивируем все вот наша папочка бмв сканер нажимаем install далее выбираем любой язык который вам удобен и создать ярлычок на десктопе все программка установлена также я не знаю зачем китайцы добавили ее в открытом виде эту программку и давайте попробуем перекопировать данные в папку бмв скан вот есть распакованная прога есть с инсталлятором а есть уже распакована скорее всего сделано для удобства чтобы сразу распаковать ее и запустить не устанавливая систему чтобы она не оставляла следы от инсталлятора так на диске цена у нас здесь нажимаем вставить заменить файлы в папке назначения так появилась программка запускаем отлично сейчас на панели показывает что драйвера устройства установлены но бмв сканер не подключен скорее всего это связано с тем что сканер не подключен к машине сейчас попробуем вытащить вставить ничего не меняется скорее всего дальше нужно будет подключить данный сканер к автомобилю чтобы он начал работу и здесь будет все зелененькое таким образом мы установили драйвера и саму программу и можем пользоваться далее будет включение из гаража с подключением к автомобилю и так друзья мы приехали в гараж с этого момента видео начинает разделяться на две серии первая серия будет про диагностику автомобиля новым устройством а вторая серия про замену ремкомплекта ванаса плавающая высокооборотистая вот эта проблема с ванасом тяга у меня не умеет не ухудшилась но вот расход и звук меня это просто доконал сейчас будем менять пока ноутбук загружается хочу рассказать какие диагностировал автомобиль до этого момента у меня кстати есть видео канале про то как я диагностирую автомобиль карсофтом его большая проблема в том что он работает только от компорта который остался только на старых компьютерах у меня к сожалению все компьютеры такие уже сломались и в принципе данного устройства хватало для того чтобы сбросить ошибки почитать там в принципе функционал него небольшой посоветовали взять вот этого бобра который умеет и кодировать и программировать и также легко может ушатать ваши блоки автомобиля и машина превратится в кирпич поэтому нужно быть осторожным поэтому будем использовать функции спроса сервисного интервала почитаем одометр и я хочу активировать функцию которая есть у всех бояшников себя уважающих самое главное почему я купил вот этого бобра потому что у него есть отличная функция включение и отключение опций которые отключены производителем но можно включить самостоятельно мне очень важно включить функцию потому что у меня есть хорош такая привычка когда я сажусь за руль и ко мне садятся пассажиры я сразу закрывает центральный замок все двери эту функцию можно сделать автоматической с помощью бобра и когда ты набираешь скорость можно выбрать от 10 километров там ой по моему даже от 4 километров до 20 дверь закрывается я хочу поставить значение 4 километра то есть когда машина только начинает трогаться двери автоматически закрываются я считаю эта функция очень полезно и заодно протестируем функцию американских габаритов в половину накала тоже интересно юсб шишку я подключил елдак у меня в руке откручиваем у меня нету bd2 потому что машина дори стайл поэтому будем использовать стандартную писюльку в съем в разъеме горит кнопочка питания это говорит о том что питание пока лайну приходит предохранитель не сгоревший переходим компу вторую и запускаем бмв сканер пишется включите зажигание и продолжить включаем зажигание сейчас только рулек повернем есть так зажигание включили и нажимаем кнопочку продолжить идет считывание информации у меня какого-то хера машина определяется как лимузин видим что пробеги по блоку комфорта и по его совпадают то есть блоки родные вин код также совпадают это горит за то что лишнего тут ничего нет и вот опции автомобиля автоматический кондиционер компьютер первого варианта это маленький туманки контроль уровня света но вернее направление света когда наклон кузова так отлично хорошо мы про машинку прочитали и теперь нажимаем кнопочку скан для ошибки получения ошибок и ждем и так прочитались блоки у меня там в принципе тут на три страницы блоков которые ставились было у меня минимальная комплектация но ошибок до хрена по двигателю одна ошибка по иммобилайзеру 4 кондиционер 4 подушки 4 приборная панель но я ее отключал скорее всего из этого ошибка контроль света центральная блин капец давайте читать интересно же два раза щелкаем на дым и ешку и нажимаем кнопочку ошибки а sc это теневая ошибка я когда-то отключал фишку поэтому нажимаем clear errors и они должны есть ошибка убралась фантомные ошибки теневые ошибки как тут написано это те ошибки которые один раз возникали но потом впоследствии исчезли тут можно произвести адаптацию иммобилайзера с блоком двигателя но лучше лишнего не нажимать потому что можно встрять так хорошо здесь мы почистили дальше меня интересует и в с что у меня с его сом потому что одно проблема одно время я отключал антенну и может быть из-за этого у меня появились ошибки кстати лайв дата есть ага изменение кода power on reset можно кстати выбрать русский язык рестарт неверный пароль неверная дефекация такое могло быть действительно когда я переставлял чип значит давай тоже clear errors делаем посмотрим будет висеть ошибки не висят это прекрасно можно кодинг дата репрограмминг и кейс статус можно нажать проверить коды юст 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 то есть можно отключать добавлять ключи полезная тоже штука но это только и в с 3 если так здесь мы почистили по бс у меня ошибок нет и не должно быть там все порядок точно заходим в кондиционер вот кстати в кондиционере меня самое важное вот я отключал аук сенсор который нюхает на выхлопные газы и закрывает на заслонки на закрытый цикл охлаждения дополнительная помпа ошибка но это я не отключал это наверное когда-то давно было якор софтом их удалить не смог очистка аук сенсор по-прежнему в ошибке сенсор находится здесь ага это думаю чем я не закрывается ничего когда впереди воняет так хорошо и до помпа но у меня было подозрение что до помпа не пашет так хорошо почистим еще раз и прибавилась еще одна ошибка ничего себе и так почистил я ошибки получается у меня с помпа которая помпа дополнительно которая работает через раз и аук сенсор аук сенсор мы поменяем через время хорошо тут есть coding data read coding data есть сохранено есть кнопочка reprogramming set unit mode transport mode production mode workshop mode то есть переводишь в разный режим coding data write coding data берешь записываешь то есть это дамп прошивки лазить мы туда не будем но если честно я хотел бы мне бесит что когда включаешь зажигание запускается печка и когда достаточно на автоматический режим включается еще кондиционер и запускается муфта меня это напрягает я хочу чтобы она автоматически не включалась это произошло после замены блока до этого у меня так не включалось в общем меня ожидала полная фиаско из-за того что у меня до рестайлинг у меня половина этих функций которые я видел у других видео недоступны увы но зато я почистил ошибки и в принципе за цену данного устройства тут довольно много полезных функций вплоть до перешивки приборки привязки ключей и отвязки ключей то есть если у вас рестайлинг эта штука вам реально поможет много чего сделать с машиной но надо быть очень осторожны и потому что раньше вот эти бобры очень сильно убивали всякие блоки если ими неправильно работать поэтому очень осторожно при использовании я использую только поверхностные функции без всяких там переписки переписи дампов и всего остального ну короче я все равно доволен покупка этого бобра потому что функции довольно таки много и если бы у меня был рестайлинг я бы смог настроить тачку под себя как я хочу но мне достаточно почистить ошибки сервисные интервалы проверить функции можно что-то активировать что-то деактивировать штука классная плюс она на юсб юсб сейчас есть во всех компьютерах карсофт который я использую только ком порт и там принципе только чистка сброс сервисного интервала то есть функции у нее было немного поэтому бобер очень полезная вещь за свои деньги а стоит он там в районе 15 баксов плюс где-то 10 долларов переходник поэтому это недорого